Здравствуйте! Сегодня 13 мая 2021 года. Нахожусь на перекрестке улицы Тургенева и улицы Салтыкова-Щедрина. Это улица Салтыкова-Щедрина, это улица Тургенева. Дом такой старый, интересный. Кафе «Старый город» в подвале. А это так называемый «Дом писателя». Вот хожу я здесь, хожу. И что-то кроме кафе этого «Танец», интересный такой кафе, и «Боярин», кухня русская, не знаю, какие тут организации, написан «Дом писателя». Вот если вы что-то знаете по поводу, что это за дом писателя, почему дом писателя, что тут планируется такое сделать, связанное с писательством, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому ролику. Мне очень интересно. Дом писателя. А где писатели? Когда они тут появятся? Вот такая мысль у меня постоянно возникает. Как-то здесь хожу. А в этом доме хорошая такая добротная сталинская пятиэтажка. Сталинка такая. Раньше в советское время был магазин «Рябинушка». Сейчас там очки продают. Вот глазастик, по-моему, называется салон. А дом хороший такой. Видите, вот сталинки, они отличаются очень высокими потолками. Смотрите, пятиэтажка, а смотрится как, не знаю, как шестиэтажка. Гораздо выше хрущевки. Классная, конечно, планировка у Сталина. Кухни достаточно большие. Ну, по сравнению с хрущевками. Полталки высокие, раздельные санузлы. И ванная такая приличная. Туалет достаточного размера. Ну, и дом, собственно, этот тоже достаточно качественный, потому что трещины вот не вижу. И стены у него толстые. Хороший дом. Что еще? Ну, и немножко в ту сторону Атолу пройдусь и зафиксирую. Там домик есть маленький такой. Выселенный. Интересный. То вдруг его снесут когда-нибудь. Как-то перестроят, пока он еще в первозданном виде. Тот дом я снимал. Красивый. Я там, наверное, не буду сейчас снимать. Я его уже снимал когда-то. Прошлой осенью, что ли. Ну, а это вот такая вот хрущевка. Видите? Трещины эти замазанные. Все это, в общем, грустно. Как бы. Хотя, наверное, еще и постоит. Ну, не знаю, кто следит за состоянием этих трещин. Замазывают вроде как. Не знаю. В несущих стенах сквозные, только опасные. Не знаю. Да, вот этот дом. Интересный. Вот что-то там за забором у него. Тепо садик, что ли. Пустырек такой там. Ничего там нет, в принципе. Я когда учился, я знал парня, который здесь жил. Не знаю, как его. Михеев или Михей. Не помню, как его звали. Это очень давно было. Лет, наверное, 40 назад. Что это за дом? Я честно... Знаю, аптека тут была когда-то. Красный кирпич. Старинный такой. А сейчас тут Тургеню 24. Сейчас тут нету, конечно, никакой аптеки. И вообще он как бы закрыт. А это впереди у нас коммерческий институт и медицинский институт. Здание. Остановка, по-моему, называется коммерческий институт. А это тоже здание уже выселено. Раньше здесь была вечерняя школа. Уже не знаю, что тут будут делать, реконструировать, или сносить, не знаю. В общем, такой дом. Вечерняя школа здесь, по-моему, 10-я, не помню, какая. Ну, он уже давно стоит. Без... Хозяина, так сказать. Даже сюда как-то особо и не хочется проходить. Такой дворик. Кто здесь учился, может, посмотрит. Хотя зрелище-то такое себе. А когда-то в этом дворе собирали учащихся. Может быть, какие-то собрания проводили. Вот такое строение. Уходящая натура. И веранда у них уже покосилась. У него. И все это вот-вот рухнет. Ну, придет время, наверное. Наведут порядок в этом домовладении. Что-то сделают. Но пока что есть. Вот такой ролик получился. Это тоже дом я снимал когда-то. Смысла нету повторяться. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий из Орла. Темно, конечно. Вечер уже. Поэтому освещение слабоватое. Посмотрим. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...